Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Молодой человек, извините, можно вас на секундочку? Не могли бы вы мне помочь? Посмотрите, что наделали, сволочи. Вы, может, видели здесь кого-нибудь? Слушайте, неприятно как. Краска-то уже подсохла, часа два прошла. Что ж такое, а? Кстати, вы на этой машине никуда не уедете. Почему? Вы на колеса посмотрите. Боже мой, мне же к десяти, я же опоздаю. Ну, что ж такое-то, а? Да вы не волнуйтесь, если что, я вас могу подвезти. Вам куда? Спасибо вам огромное. Чего стоишь? Хотя бы машину прогрел. Наташенька, я прошу тебя, но... Ты обещал мне порвать с этой дрянью? Ты тряпку, а не ужик, ты мне лгал. Ну, если это сделала она, то это только подтверждает то, о чем я тебе говорил. Подтверждает? Подтверждает. Это она мне сделала, понимаешь, мне эту надпись, чтобы мне было больно. Наташенька, ну вот, молодой человек он обещал подвезти, ну... Довезти обещал, молодой человек. Прекрасно. Сама доеду как-нибудь до рынка, на автобусе. Наташа, ну... Постарайтесь здесь... Архитектор Николай Авдеев торопился на совещание в мэрию и, узнав, что его случайный знакомый оказался частным детективом, рассказал ему свою историю. Вчера дома такой скандал был. Представляете, уехал в командировку на три дня, вернулся раньше срока. А она мне, да уходи ты к своей шлюхе. Шлюхе. Ну, а что, повод-то у нее был? Еще какой. Сами понимаете, 20 лет в браке, каждый день одно и то же, а тут прям как полной грудью вздохнуло, аж в ушах зазвенело. Она... Глаза у нее, знаете, какие-то, прям прозрачные, в душу смотрят. Как вы думаете, может быть, Наташа про нас как-то накапал кто-то, а? Ну, может быть, и накапал, но бывает такое в жизни. Сволочь, ну, даже не это главное. Главное, что дочь наша, Настя, она вчера вену вскрыть попыталась. Да что вы говорите, я надеюсь, она жива? В больнице. Пока мы орали друг на друга, она юркнула в ванную. Хватились, нет ее, стучим, молчок. Я дверь вышиб. Руку ей перетянул сразу в скорую. Целую ночь на ногах не спали. В общем... Да-да, я понимаю. Да вот она. Хорошая девочка. А мы с женой как два идиота. Вот противно зеркало смотреть. Знаете что, господин детектив, у меня к вам будет просьба. Какая просьба? Ее Светлана зовут. Светлана Никонова. Ну не верю я, что это Света. Разберитесь, прошу вас. И чтобы на душе у меня было спокойно, хорошо? Хорошо, договорились. Заранее благодарю. Удачи вам. Спасибо. Вы знаете, у меня будет к вам еще одна просьба. Может, не совсем корректная. Это совещание неизвестно, когда оно закончится. А машина мне нужна будет уже завтра, срочно. Может быть, мог ли кто-нибудь из ваших людей отвезти ее в сервис на эвакуаторе? Ну, поменять хотя бы колеса. Да, разумеется, за отдельную плату. Да без проблем, давайте ключи. Сделаю. Спасибо. Доброе утро. У нас новое дело. Серьезное? Не знаю пока. Клиенту кто-то разукрасил машину и проколол колеса. По всему выходит, что это любовница, но сам клиент в это не верит. В общем, надо все расставить на свои места. Опасть какая-то. Ну, бытовуха, что ли. Да, еще. Надо помочь клиенту. Федор, вызови эвакуатор, отдай машину клиента в сервис. Надо отремонтировать колеса. Вот так. Посыльные для мелких поручений. Слава Шерлока Холмса проходит мимо. Только не сейчас. Начать расследование детектив Насонов решил с разговора с женой архитектора Натальей Авдеевой. Наталья Андреевна, вы извините, мы с вами еще не знакомы. Ну, почему же не знакомы? Вы тот самый молодой человек, который вызвался моего мужа подвезти до работы. Ну, не такой уж и молодой. На самом деле, я частный детектив. Ваш муж попросил разобраться во всей этой истории. Хочет выяснить, кто ему испортил машину. Детектив. Ну, тогда берите сумки. Поговорим у меня дома. Открывайте, не сочиняйтесь. Куда поставить? Да сюда. Подлец он. Никакой детектив его не исправит. Я знала, что у него баба есть. Давно догадывалась. Алексей Насонов установил на кухне Авдеевой видеокамеру. Я просто думала, думала перебеситься. Не знаю, ну, не мальчик же уже, понимаете? Ну, от него там попахивало вином иногда или духами. Ну, так, чтобы он домой не приходил ночевать, такого никогда не было. А все-таки, что вчера произошло, когда он из командировки вернулся? Из командировки? Я тоже так дура думала, что из командировки он вернулся. Сейчас я вам покажу. Вчера утром пришло сообщение. Вот смотрите. Ничего не понимаю. Ну и что? А я очень хорошо понимаю. Это Светки Никоновой, балкон. Он мне лапшу навешал на уши, что он поехал в командировку. А сам поехал расслабляться к этой стерве. Просто подлец. Наталья Андреевна, я прошу вас, не надо. Кстати, как дочь? Сейчас уже хорошо в школе. Мы хотели ее в больнице оставить, но она попросилась домой. Хоть бы в школе-то никто не узнал. Позор такой. Извините. Да, Федор. Алексей Викторович, тут такое дело. Ну, говори, говори, не тяни. В общем, тормозные шланги у машины подрезаны. Причем грамотно так сделано. То есть, из двора бы он выехал. Поддал бы газу, а дальше до первого резкого торможения. Видимо, профессионал работал. Слава богу, что он в нее не сел. Вот так вот, значит. Все хорошо, приводи машину в порядок, потом в офис. Давай. Наталья Андреевна, вы извините, мне пора. Вы постарайтесь держать себя в руках. Мне сейчас надо бежать, а дочери привет передавайте. До свидания. Хорошо. Так, ну что, обстановка меняется. Авдеева пытались убить, и попытка вполне серьезная. Но эти действия, они противоречат друг другу. Зачем подрезать тормозные шланги, а потом прокалывать колеса? Это бессмысленно. Есть ли смысл или нет, это время покажет. Ясно одно, что действия эти совершены разными людьми. Авдеев кому-то так помешал, что его решили убрать. Вот что, вы мне выясните все про профессиональную деятельность, связи, конкуренция. Кстати, сегодня в мэрии рассматривают какой-то его проект. Узнайте, есть ли еще соискатели. А я пока поговорю с собой любовницей, и надо сообщать в милицию. Все-таки покушение на убийство. Детектив Насонов приехал к Светлане Никоновой. Именно ее Наталья Авдеева подозревала в любовной связи с мужем. Здравствуйте. А вы Светлана Никонова? Да. А я честный детектив, моя фамилия Насонов. Я хотел поговорить с вами о Николае Авдееве. Детектив? Впечатляет. Совсем из ума выжила, детектива нанимает. Вы это о ком? Наталья Авдеева? Ну, о ком же еще? Дело шито белыми нитками, господин детектив. А тут следи-не следи, мужа она проследила. А вы позволите мне войти? Нет, конечно. Зачем? Вы думаете, что я стану с вами общаться и укладывать про наши отношения? Нет, извините. Я не поняла, мне что, в милицию вызвать? Я думаю, не стоит. Один вопрос. Вы знаете, что сегодня утром Николая Авдеева пытались убить? Проходите и закройте за собой дверь. Архитектор Николай Авдеев обнаружил, что у его машины проколоты шины, а на борту нанесена надпись краской. Когда машину загнали в сервис, выяснилось, что у автомобиля подрезаны тормозные шланги. Кто-то пытался убить архитектора. Детектив Алексей Насонов решил встретиться со Светланой Никоновой, любовницей Николая Авдеева. Расскажите, что произошло. Дело в том, что сегодня утром обнаружено, что на автомобиле Николая Авдеева кто-то подрезал тормозные шланги. И, в общем-то, авария была бы неизбежна. Если бы ни одно обстоятельство. Кто-то сделал надписи краской на его машине и проколол ему колеса. И он не смог воспользоваться своей машиной. И, возможно, это спасло ему жизнь. Господи, это Антон. Антон? Какой Антон? Мой бывший муж. Раньше у нас с Колей были случайные встречи, а здесь он решил провести со мной несколько дней. А Антон как почувствовал. Раньше он приходил, Дашу ему на бутылку, он исчезал. А здесь что-то и взыграло. А, архитектор. Ну, здравствуй, архитектор. А я так и думал, что ты так и будешь за бабьей спиной сидеть. Прошу вас, Антон, уходите. Между вами все закончено. Кончено, говоришь, да? Кончено, говоришь? А ну, выйти с дверей, выйти с дверей. Я тебе сейчас такую архитектуру устрою. Ну-ка, поднял глаза на меня смотреть. Поднял глаза на меня. Прошу вас, уходите. Все, ты труп, архитектор, ты труп. А вы считаете эти угрозы серьезными? Не знаю. Теперь его все чаще в милицию забирает. Вы с ним в разводе официально? Да. Годы прошли, а он не изменился. Вдобавок стал еще больше пить. А кто Антон по профессии? Автослесарь. Вот оно как. Значит, он мог испортить тормоза на автомобиле Авдеева. Спасибо, Светлана, вы мне очень помогли. Я была в мэрии. Нет у Авдеева никаких конкурентов. Вообще, проект не такой, из которого можно было бы копию ломать. У них было просто рабочее совещание, да и вообще рутина. Зато я познакомилась с одной секретаршей, которая про всех все знает. Так вот, что она мне рассказала про Авдеева. И что еще? У Авдеева умерла мать. Оставила ему квартиру. Он ее продал и получил за нее, в общем, немалые деньги. Так что, по нашим меркам, архитектор почти богач. Нет, ну, деньги, конечно, могут быть тоже мотивом. Но, по-моему, что-то здесь пока не вяжется. Ну, почему не вяжется? Просто у нас появился еще один подозреваемый. Да? Кто? Жена Авдеева, Наталья Андреевна. Архитектор-наследник, деньги принадлежат ему. Но в семье у них дело идет к разводу. И пока он еще официально является мужем, то в случае его смерти деньги достанутся жене. Понятно? Да вы думаете, что она из-за денег полезет под машину, какие-то там шланги перерезать? Все зависит от суммы. А то куда угодно полезешь. Но первый вариант со счетов сбрасывать тоже нельзя. Федор, ты поезжай в этот автосервис, а оказывается, муж Никонова работает именно там. Найди его и хорошенько расспроси. Все-таки пока он главное подозреваемый. Приехав в автосервис, где работает Антон Никонов, Федор встретился с директором Виктором Тимошенко. Вы скоро станете нашим постоянным клиентом. Неужели опять колеса? Можно говорить о скидках. Да нет, на этот раз я по другому вопросу. Я ищу одного человека. Его зовут Антон Никонов. Он же у вас работает, правильно? Да, но его уже две смены как нет. Я сам его ищу. А почему не работает? Что случилось? Да кто ж его знает. Живет он в коммунальной квартире. Соседи говорят, что три дня уж не появлялся. Мобильники у него никогда в руках не держались. То пропьет, то потеряет. Давно бы выгнал его, если бы не был хорошим слесарем. Значит, три дня, говорите, да? Да. Хорошо, спасибо. Алло, это я. Угу. Значит, он участвует в тот день, когда Авдеев спустил его с лестницы. Ладно, молодец. Возвращайся. Насонов позвонил Николаю Авдееву. Николай Иванович, это Насонов. Нам надо встретиться. Ну, лучше как можно скорее. Лучше прямо сейчас. Ну что, Николай Иванович, вот ключи держите. С машиной все в порядке. Надпись стерли. Следы, конечно, остались. Ездить можно, но я бы перекрасил. А вот теперь самое главное. Николай Иванович, вас пытались убить. Дело серьезное. Я обязан об этом сообщить в милицию. Так что, будет следствие, вы будьте к этому готовы. Как убить? Это вы серьезно? Абсолютно. На вашей машине были подрезаны тормозные шланги. Не до конца. И при очередном резком торможении аварии было бы не избежать. Ну, кому это нужно? Врагов у меня вроде бы нет. Нет. Вы серьезно говорите? Да, абсолютно серьезно я говорю. Еще я знаю, что никуда вы из города не выезжали. Я знаю, что у вас была стычка с Антоном Никоновым. Я знаю, что вы собирались провести у Светланы три дня. Почему вы вернулись раньше времени? Букет с японским изыском. И-ке-ба-ба. Какая же ты у меня умница, Коренька. Надо говорить, не какая, а какой. А чем это у нас пахнет? Ну, а это же мой сюрприз. Потерпи немножко, и сам все увидишь. Думай. Ладно, я бегу, а то у меня сейчас все сгорит. А вот и мой сюрприз. Курица. Сама ты курица! Коля! Коля, ты куда? Ну, постой же! Такие вот дела. Что было в СМС и от кого было сообщение? Сейчас покажу. Вот. Папа, немедленно приходи, мама дома, она сейчас не одна. Я так понимаю, что сообщение от вашей дочери. А почему номер не определился? Да я и сам не знаю. Я как получил сообщение, так все бросил в такси и быстренько домой. А там? Где он? Коля так рано. Почему не позвонил? Почему не позвонил? Сюрприз хотел сделать. Где он? Да кто он? Ты о ком? Коля, ты что? Где он? Ты стала мне чужой. Я чувствую, что у тебя появился мужик. Я нюхом чую. Где он? Говори мне правду. Правду говори, слышишь? Правду? В таком случае и я все про тебя знаю. Правду ты хочешь? Так вот тебе правды. Да, есть у меня мужик. Есть. Еще хочешь правды? Так как с ним у меня никогда в жизни не было. Понял? Ах ты. Пап, я тебе должна что-то сказать. Ты слушать ничего не хочешь. Значит так, Николай Иванович, дело очень серьезное. Одна попытка вас убить уже была. И я не исключаю, что будет еще. Вы так думаете? Я в этом уверен. Но мы постараемся вам помочь. Кстати, как ваша дочь сейчас? Спасибо, нормально. Я могу с ней поговорить? Да, да, конечно. Ну что, а теперь мне пора. Будет что-то новое, сразу сообщите. Обязательно, спасибо. Ну что с СМС? Я проверила. Вот что странно, обе СМС-ки были отправлены с интернет-сайта сотового оператора. И что? А то, что это можно сделать с любого компьютера, например, в интернет-кафе, абсолютно бесплатно. И кто это сделал, практически невозможно установить. Значит, тупик. Ну что, подозреваемый номер один определился достаточно четко. Это Наталья Авдеева. И с мужем они на ножах, а тут еще эти деньги. Но я сомневаюсь, что она в одиночку пыталась построить аварию. Скорее всего, есть исполнитель. Вот его мы должны вычислить. Значит, устанавливаем за ней наблюдение. Да, а подозреваемый номер два – это Антон Никонов. У него тоже есть мотив. А вот его исчезновение – что-то не так. Что именно? Она говорила, его вечно куда-то несет. Но попадает он чаще всего в милицию. Алло, Степаныч? Привет, Насонов тебя беспокоит. Слушай, ты не посмотришь, не попадал ли к вам такой Никонов Антон Сергеевич, 73-го года рождения. Ага, давай, перезвони, я буду ждать. То есть, думаете, так просто? Ну, в общем бы и нет. Иногда очень сложные вещи имеют простое объяснение. Алексей Насонов решил встретиться с Настей Авдеевой. Он ждал ее у школы после окончания занятий. Я сказала, не подходи ко мне. Если бы я знал, что так было... Да это пустое место! Да вообще никто! Что, Настя, достает он? Да нет, его даже жалко. А вы кто? А я честный детектив. А, ну папа что-то говорил, да. Вот слушай, Настя, какая странная история получается. А твоему папе кто-то разрисовал машину, проколол колеса, дома скандал. Ты в больницу попала. Скажи, зачем ты отправлял СМС отцу и фотографию отца матери? Ты их специально хочешь столкнуть между собой? Это вы так помогаете? Да какое вам дело? Это мои родители! Это моя жизнь! Я хочу, чтобы у нас была семья! Чтобы мы были все вместе! А вы выкопаетесь в грязном белье! Да я вас видеть не желаю! И зарубите себе на носу, что я им ничего не отправляла! Настя, постой! Эй! Тебе-то еще что надо? С ума сошел? Отпусти, гад! Руку вывернешь! Сейчас мы пойдем с тобой, спокойно поговорим. А будешь дергаться, точно выверну, понял? Понятно. Архитектор Николай Авдеев обнаружил, что у его машины проколоты шины, а на борту нанесена надпись краской. Когда машину загнали в сервис, выяснилось, что у автомобиля подрезаны тормозные шланги. Кто-то пытался убить архитектора. Детективы выяснили, что архитектору угрожал Антон Никонов, бывший муж его любовницы. Кроме того, Авдеев продал квартиру, оставшуюся после смерти матери. Поскольку семейная жизнь архитектора трещала по швам, детективы пришли к выводу, что смерти Авдеева могла добиваться его собственная жена. Сильно. Я, когда он проснулся, смотрел в окно, а там вот и надпись на машине ее папаша. У меня сердце тут же заколотилось. Понимаете, в школе ее не было, а уже вечером я узнал, что она в больнице. А она тебе сказала, почему она туда попала? Ну, ты дураку ясно. Думаете, рука у нее перебинтана. Я не понял, почему. Так-так-так, постой. Так получается, ты живешь в доме напротив? Да. И машина стояла разрисованным боком, как раз твоим окном. Ну, а я вам о чем говорю? Самый жен, что все же из-за меня. Как вы думаете, она простит? Ну, женщина-существа тонкие. С ними главное не перегибать палку. Извини. Да, слушаю. Леша, привет. Ну, нашел я его. Это Никонов Антон Сергеевич, 73-го года рождения. Был задержан за мелкое хулиганство, осужден на 15 суток. И в данный момент исполняет общественные работы. Все, я понял тебя, спасибо. Да простит, простит она тебя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Алло, Федор, Никонов нашелся. Я еду к нему. А вы где? У дома Авдеевой. Сидим, вот наблюдаем. Картошку она жарит. Запах на весь салон. Хватит мечтать, ты на работе. Слушай, я тут одного парня нашел. Друг Настя. Живет в доме напротив. Машина стояла, разрисованная боком, как раз к его окнам. И очень похоже, что послание предназначалось не Авдееву, а именно этому парню. Так вы думаете, это его дочь сделала? Ну, она не говорит, но похоже на то. Два в одном, как сейчас модно. И отцу отомстить, который на нее внимания не обращал. И послание другу, с которым поругалась. Да что у них там в голове, не поймешь. Ну, возраст такой. Осужденный на 15 суток Антон Никонов работал дворником. Детектив Алексей Насонов нашел его во дворе жилого дома. Здравствуйте, а я частный детектив. Здрасте, старшой предупреждал. Ну, там спрашивайте, что вам надо. Я знаю, что у тебя с Авдеевым конфликт был в подъезде, и ты грозился его убить, это так? Грозился. Если бы не убил, то башку старому козлу оторвал бы, это точно. Да, серьезное заявление. А в милицию вы как попали? Как попали? Как все попадают, по дурости. У нас лоджия на втором этаже. Вот я бочку железную поставил, подкатил, поставил на попа. Думал, влезу, все-таки достану этого козла. Подтянулся, и тут меня за ноги кто-то раз. Ну, естественно, я махнул с испугу пару раз. Махнул? В каком смысле махнул? В смысле ногой. ППСники это были. Фуражку с одного сбил, ну нафиг. Не оценили жесты. Ну что, сочувствую. Алиби получается у вас железное. Какое алиби? Вы это о чем? Слушай, ну а зачем тебе надо было на балкон лезть? Разве в подъезде не все было сказано? Все, да не все. Хотел я этому козлу сказать, что рога не только у меня выросли. Что его жена тоже не промах. Что с начальником моим она спит, с Тимошенко. И что именно я их и познакомил. Так, стоп. А вот с этого момента давай-ка подробнее. Замена масла и всех фильтров. Это часа полтора, не меньше. Можете не ждать, а подойти попозже. Хорошо. Я тут рядом живу. Через полтора часа подойду. Просто фантастика какая-то. Я бы с такой прямо хоть сейчас. А я нет. Не в моем вкусе. Не романтичный ты, Антон. На вкус и на цвет товарищей нет. По мне так в самый раз. Знаю я ее. Ее муж архитектор. А моя работает у него в конторе. Вот как. А ну-ка идем со мной. Серега! Никонова подмени! Я весь год за этим архитектором следил. Знаю его как облупленного. Можно сказать, что он член семьи. Ну вот Тимошенко и стал меня пытать. Что да как. А ты знал, что Авдеев получил наследство? Да это не секрет. Он квартиру материну продал. Про это я слышал-то и все. А Тимошенко этим интересовался? Квартиру он продал в самом центре. А там знаешь, какие цены? Да знаю. Ты огурцом-то закуси. Значит, мужик у нее теперь при бабле. Солидный человек, говоришь? Сволочь он, а не человек. Светка с ним путается, а у меня внутри все горит. Поверишь, убил бы, если бы не боялся, что посадят. А это что такое? Отдохни. Расслабься. Пожар свой попробуй залить. Сегодня с работы я тебя отпускаю, а завтрашний день даю на опохмелку. Ну давай, все, Никонов, иди. Ты молодец. Так-то от него и копейки не выбить. А тут сразу пятихатка, он молодец, в придачу. А потом? Ну, что потом? Потом они, по-моему, встречаться стали. Она пару раз приходила к нам в сервис, садилась в машину к Тимошенко, и они уезжали. Знаете, у меня к вам просьба. Какая? Светлану найдите. Скажите, что я ее люблю. И что вернусь. Обязательно. Знаешь, мне кажется, разлитого кувшина уже не склеить. Что такое 15 суток? Это те же две недели. Ровно столько нужно не пить, чтобы поставить код. Это мой шанс, понимаете? А кувшин? Кувшин мы склеим. Намертво. У меня руки золотые. Тем временем помощники продолжали вести наблюдение за Натальей Авдеевой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Нет, я пока не могу. Нет, не могу. Слушай, не проси. Я не могу. Я сама позвоню тебе, ладно? Пожалуйста, не звони мне пока. Я тебя найду. Все, пока. Пока. Мама, это опять он? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Настенька. Ты же обещала. Настенька, послушай. Алло, привет, это я. Насонову позвонили из УВД. Антон Никонов, у которого до этого было примерное поведение, сбежал. Алло, Федор, Никонов сбежал. То есть, как сбежал? Да я не знаю. Хватились его только в конце рабочего дня. Так что он сейчас может быть где угодно. Я еду к вам, вы наблюдайте за подъездом. Хорошо. Смотри. Это же Авдеев. Это же Авдеев. Стоять! Стоять, Антон! Ах! 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 Федор, наручники! Отпусти ты! Не дергайся. Барь! Зачем ножом? Ты что, с ума сошел? Откуда нож у тебя? Говори. Да пошел ты! Поднимайся. Глаза мне смотри. Глаза смотри. Ты помнишь, что просил говорить с Светланой? Помнишь или нет? Так вот я поговорил. А она? Что она? Обещала ждать тебя, дурака. А теперь будет суп. Ты понимаешь это, нет? Откуда нож у тебя? Ты пойми, насколько ты сейчас будешь со мной откровенен, будет ясно, смогу я тебе помочь или нет. Коля. Коля, что случилось? Хватит уже в молчанку. Спустя час в квартире Авдеевых появился детектив Насонов. Я думаю, долго в молчанку играть уже не придется. Вы извините, что я без стука, дверь была открыта. Милиция уже уехала, Никонова уезли. Я думаю, что все в курсе происходящего, поэтому говорить намеками смысл нет никакого. Настя, выйди из кухни. Нет, Настя, останься. Настя уже взрослый человек и, мне кажется, имеет право знать все. Итак, за последние дни на жизнь Николая Ивановича дважды покушались. А мотив очень прост. Это та немалая сумма денег, которую он получил от продажи квартиры своей матери. А вот автор этих преступных комбинаций, Наталья Андреевна, ваш знакомый, Тимошенко. А при чем тут деньги? Он же любит меня. Да, я понимаю. И Тимошенко знает, что ради него вы готовы на все. И Тимошенко знает о ситуации в вашей семье. И понимает, что если Николай Иванович разведется, то денежки уплывут вместе с ним. А вот если он умрет до развода, то вы, как законная наследница, получите всю сумму. Но дальше уже дело техники. Я думаю, что в первый раз Тимошенко сам подрезает шланги на автомобиле Николая Ивановича. А вот во второй раз он уже провоцирует Никонова. Ну как работа? Душа согревает? Чего хмурый такой? День свидания, блин. Сначала детектив, теперь ты. Ну детективу так, потренькать надо. А я к тебе по делу. Да, зажигалку дай. Вот что, Антон, разводятся они. Кто? Да моя, со своим архитектором. Сказала, что уходит он от нее. Насовсем. Ну мне-то что, я не против. Место вакантная освободилось, как груз с души свалился. Ну и что? А то, что перебирается он от нее сегодня. А куда и к кому, сам знаешь. Да подожди ты, куда? Куда? Что, опять как в школе, на кулачках, что ли? На, вот, держи. Но важна и печальна в этой истории, что против Тимошенко нет улик. Взять его не за что. От всего он с легкостью отопрется. А его участие в первом эпизоде вообще вилами на воде писано. Шланги на автомобиле поменены, а свидетелей нет. Я свидетель. В ту ночь мы поссорились с Глебом, и я торопилась домой. Но я увидела, как у переднего колеса папиной машины кто-то возился. Этот человек поднял голову и осмотрелся по сторонам. Это был Тимошенко. Я узнала его. Я видела его несколько раз с мамой. И знала, что между ними что-то есть. Ну, вот видите, как машина Николая Ивановича оказалась в эпицентре всех событий. Надпись на стекле «Спущенные колеса». А ведь ваша дочь-то сразу догадалась, зачем Тимошенко ковырялся в вашем автомобиле. И надпись предназначалась не соседскому пареньку, а собственному отцу. Только так она могла вас остановить и спасти. Настя. Ну, вот видите, что получается. Пока вы разбирались со своими страстями, вы едва не потеряли собственную дочь. А как же Тимошенко? Его можно как-нибудь остановить? Ну, конечно. Это очень просто. Наталья Андреевна, вам надо просто сказать ему «нет», чтобы у него не было мотива. Я... я уже давно ему сказала, что между нами все кончено. Я уже позвонил и сказал то же самое. Ну, значит, я вам больше не нужен. Я, пожалуй, пойду. Удачи вам всем. Виктор Тимошенко задержан и находится под стражей в ожидании суда. В отношении Антона Никонова возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Субтитры создавал DimaTorzok